Шестикратный чемпион Европы и шестикратный чемпион России. И это в 14 лет. Юный каратист Никита Беловощев, воспитанник спортивного клуба Будакан, вернулся из сербского города Крушевац, трижды победителя. В международном турнире по каратэ до Ситакан он взял бронзовые медали в личном первенстве среди мальчиков 9-13 лет в дисциплине кота и кумите. Золотой медаль завоевал в командном кумите в составе российской сборной. Секретом своего успеха Никита поделился с моими коллегами. В секцию каратэ Никиту привела мама, но в свои пять лет он уже и сам хотел заняться спортом. Сначала его тренировал Дмитрий Фомеряков, затем Вениамин Астраханцев. Сейчас с Никитой работают оба тренера одновременно. Тренировки для молодого человека не просто занятия, а ежедневный кропотливый труд. Отдыхает Никита только по воскресеньям и то, когда они готовятся к важным соревнованиям. В составе сборной России выступает уже седьмой раз. Соревнования проходили в Сербии, город Куршевац, с 23 по 24 мая. Участников было около 600 и участвовало 24 страны. Сейчас стал шестикратным чемпионом Европы и шести России. Но самая престижная для меня награда, как я лично считаю, это третье место в чемпионате мира на Кубке Фуна Коши, который считается самым престижным по версии GK. Главный секрет успеха в любом деле – это любовь к тому, что ты делаешь и трудолюбие, считает Никита. Отдых на лето не планируется, только тренировки. Никита обладает, конечно, прежде всего, очень, скажем так, даром, талантом. Он схватывает все на лету. Ему не нужно там объяснять что-то очень долго. Двух лов, можно сказать, понимает. Это первое. Второе – он легко ориентируется по ситуации. В прошлом году Никита стал чемпионом по кумите в личном. До этого он тоже был чемпионом только в кота. А в этот раз он отличился во всех категориях, где выступал. Это индивидуальная кота. Это комплекс упражнений индивидуальной кумите. Это непосредственно поединки. И золотую медаль он привел в разделе командной кумите. Это раздел 3 на 3, стенка на стенку. Ближайшее мероприятие – это чемпионат мира в Ливерпуле, куда Никита успешно отобрался. Будет выезжать уже в составе юношеской сборной России. Он будет проходить в сентябре. Мечтает Никита стать мастером спорта и тренировать детей. Но при этом собирается освоить и не совсем обычную профессию. Хочет стать геохимиком. Я хочу, во-первых, закончить школу с мастером спорта. Это тоже спортивная, так скажем, мечта. А совсем лично это стать геохимиком. Потому что у нас в Чувашии нет еще ни одного геохимика. Ну, во-первых, мне нравится география, химия и физика. А в основном география и химия. А с этими профессиями мало что найдешь. Есть геодезис. Но по мне больше геохимик, особенно минеролог. Потому что он изучает состав земной коры. Также эта работа требует физической подготовки. И в полевых условиях. Сейчас у Никиты коричневый пояс. Уровень кандидата в мастера спорта. Если Никита покажет в 14 лет хорошие результаты на российских и международных соревнованиях, то станет мастером спорта уже в ближайшее время. Ему осталось пройти одну ступень до черного пояса. Дмитриев и Меряков прогнозируют, что это произойдет в ближайшие два года. А экзамен будет принимать сенсей из Японии. Татьяна Трофимова, Евгений Анисимов, Республика.